В эфире на Ульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! Турнир маленьких рыцарей. Спортивное состязание под таким названием прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» 19 февраля. Участниками соревнования стали дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 6 до 14 лет. Маленькие на улице с удовольствием приняли участие в турнире. Выступление юных танцоров творческих коллективов нашего района стало началом торжественной части открытия турнира. Перед участниками соревнований выступил глава администрации района Ильшат Вазегатов. Он отметил, что состязание такого плана в нашем районе проходит впервые и надеется, что их проведение станет традиционным. Наш сегодняшний турнир маленьких рыцарей посвящен празднованию Дня защитника Отечества. Конечно же, День защитника Отечества здесь на понятии ребенка. И мы, взрослые, всегда восхищаемся вашим мужеством, мужеством над тем, как вы работаете над собой, как вы умеете преодолевать трудности на жизненном пути. Во время проведенной разминки ребята разогрелись и подготовились к началу практической части. Турнир проходил в игровой форме. Маленьким рыцарям предстояло преодолеть несколько этапов, чтобы спасти заколдованную принцессу. Все ребята постарались продемонстрировать свои навыки, а также просто получили заряд положительных эмоций от участия в играх. Здесь весело, много интересных игрок. Блазные мышления, по-разному. Все игрок понравились, интересные. Здесь, как по мне, легко, но на мой возраст, мне кажется, так. Мне интересно, но если бы было бы чуть-чуть посложнее, то, мне кажется, было бы интереснее. Более-менее, народу много, это радует. Как бы команда хорошая, все можем сделать, успеваем все. Каждый этап раскрывал скорость, ловкость и эрудицию мальчишек. Среди заданий было собрать пазл, пройти полосу препятствий, проявить слаженность действий в эстафете. В турнире участвовало более ста участников из детских садов и школ нашего района. Инициатива ради Фаридча поддержана и на улицах. Радует то, что на сегодняшние мероприятия, хотя она и впервые проходит на территории нашего района, прибыло много детей и родителей. Дети здесь особенные, у которых есть проблемы, конечно, со здоровьем, но они молодцы, они борются с проблемами, работают над собой. Как я уже сказал, данное мероприятие направлено для того, чтобы наши дети с проблемами здоровья, здоровье, чувствовали себя уверенно в обществе, приобретали навыки для общения с ровесниками и с людьми, или с детьми, которые имеют такие же проблемы, у некоторых другие. Но поражает тот факт, что дети, имея проблемы с болью, сегодня улыбаются, соревнуются, радуются тому, что здесь происходит в зале. ФОК у нас позволяет проводить отличные мероприятия. Есть зрительские места, есть бассейн, куда я призвал заниматься вместе с родителями, детей. Мы продумаем еще очередность или периодичность проведения таких турниров рыцарских. Общими усилиями всех юных участников турнира принцесса была спасена, а в благодарность за свое спасение она вручила сладкие подарки маленьким рыцарям. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, Служба новостей, Янаульского телевидения. 41-е заседание Совета городского поселения состоялось 14 февраля. Повестка заседания включала в себя отчет главы администрации городского поселения Фердовеса Миндьярова. Он рассказал о результатах своей деятельности и проделанной работе за прошедший год, в том числе по благоустройству территории города, асфальтированию улиц, ремонту краеведческого музея, ремонту подъездов многоквартирных домов и благоустройству дворовых территорий. Город является учредителем муниципального казенного учреждения управления благоустройством города Янаул, который занимается в основном переселением граждан из аварийного жилья, муниципальным контролем, вопросами благоустройства города, пожарной безопасности. Численный состав по штатному расписанию 5 человек. В управлении на сегодня работает 3 специалиста. В 2019 году учреждением сформирован список жильцов, проживающих в многоквартирных домах, включенных в программу переселения граждан из аварийного жилого фонда на 2020-2024 годы. Проводится работа по сверке и сбору правоустанавливающих документов, прописанных лишь собственников и нанимателей жилых помещений. Управлением оформлено 94 тома документов по приватизации жилья для сдачи в архив с 1993 по 1993 года по 1999 года, переданных в администрацию города из архива ВТИ. Учреждением постоянно проводится подворовый обход по пожарной безопасности. Переданы одиноко проживающим граждан пожарные извещатели и вручали с памятки. Велась работа по антиоксированию льготных категорий граждан частного сектора для получения сертификата на газификацию жилого дома. Об итогах деятельности Совета депутатов городского поселения рассказала заместитель председателя Светлана Мухамедшина. В речи докладчика прозвучала информация о составе Совета, данные о депутатах и объем работ, реализованных в результате деятельности Совета. Очередное занятие творческого клуба «Золотые руки», созданного на средства Фонда президентских грантов Российской Федерации, прошло в Центре социального обслуживания населения «Альтаир» 17 февраля. С начала этого года мастерицы клуба осваивают новую для себя технику рукоделия, создавая картины в формате 5D. «Давайте вспомним немножко, что же такое у нас алмазная мозаика». О том, что представляет из себя техника рукоделия «Алмазная мозаика», участницам клуба рассказала педагог дополнительного образования Дома пионеров и школьников Оксана Хусаенова. Она же обучает мастериц правилам выполнения работы и делится маленькими секретами, чтобы будущие картины стали еще лучше и краше. «Что требуется? Ну, это обязательно там инструкция идет в наборе, идут инструменты, которые предназначены для изготовления алмазной вышивки. И обязательно клеевой слой идет, к которому надо относиться очень аккуратно, бережно, потому что картина складывается постепенно. Можно выбрать для себя удобную или горизонтальную выкладку, или вертикальную выкладку. Но при этом слой должен сохраняться клеевым, поэтому его сразу открывать нельзя. Вот это очень важно знать, когда вы начинаете работать с алмазной мозаикой, поэтому это очень важно». Техника алмазной вышивки или алмазной мозаики требует терпения, внимательности и аккуратности. Как признаются участницы клуба, первоначально было немного страшно начинать процесс. Казалось, что это сложные детали слишком мелкие. Однако практика показала, что каждый из них успешно справляется, и в их руках постепенно расцветают, переливаясь всеми цветами радуги, картины и страз. «Я начала ходить на этот буржок по объявлению. Ходим уже с сентября месяц. Поэтому это у нас уже вторая, третья работа. Поэтому работа мне нравится. Делать, конечно, тяжеловато, глазах устали. Но так как, когда на картинке бурюсовывается твоя работа, то, конечно, она становится интересной, она завлекает человека. Я хожу просто... Вот, во-первых, мы узнаем, как это делается. Потом ты видишь свой труд. И вот это вот интересно, когда вот это получается, твоя работа. И она тебе сама нравится, и нравится девочкам. И ходишь в каждый свой рисунок. Поэтому ходишь и смотришь, как получается. Ну, какое-то познание получается. И настроение поднимается от того, что ты можешь что-то сделать. Поэтому мы сюда вот ходим. Интересно. И, во-первых, еще общение с девушкой. Ходят девочки здесь, общаешься, узнаешь. Кто-то, что-то еще думает интересное делает, помимо того, что мы здесь делаем. Кто-то начинает делать картину здесь, и потом покупаешь в магазине и делает из дома для себя. И еще появляется. А потом, смотришь, девочки еще другим этим занимаются. Вот это цельный полосит. Очень интересно просто. Заниматься алмазной мозаикой участницы будут до конца марта. За это время каждый успеет закончить свою работу, которая может стать украшением любого интерьера. После чего их ждут занятия уже по следующему направлению творчества – скраббукингу. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. В преддверии Дня защитника Отечества очередное занятие, посвященное этой дате, а также 75-летию победы в Великой Отечественной войне, провели участники социального проекта «Включите свет» в районной библиотеке 19 февраля. Началом занятия стала игра «Викторина». Большинство вопросов, адресованных зрителям, касались событий Великой Отечественной войны. Успешные ответы участников отразили хорошее знание истории нашей страны. Продолжение «Викторины» стало практической частью, где представителям сильной половины предложили поучаствовать в конкурсных заданиях. Среди них было приготовление кулинарного блюда и преодоление полосы препятствий. Для участников встречи артисты творческих коллективов подготовили музыкальные выступления, со сцены прозвучали вокальные композиции, были показаны танцевальные номера. Зрители внимательно смотрели концерт. Интересным для участников проекта стало выступление волонтера Татьяны Ведерниковой. Она рассказала о собаках-поводырях и продемонстрировала навыки своего четырехногого помощника. Когда я держусь за шлейку, он, командир, он меня ведет. Мы выходим, я за шлейку, ему говорю, «Валадин, все». И он меня останавливает уже около ступенек этого магазина. Если идем за молоком, я ему говорю, «За молоком». Он ведет за молоком. Идем за молоком. Если по пути, пока мы идем, у меня что-то упало, я его даже не прошу, он мне все поднимет, что у меня упало, и даст. Даже если 10 копеек упало, он поднимет и мне даст руки. Как надеются организаторы проекта, полученная информация станет полезной для людей с ограниченными возможностями здоровья. А их общение друг с другом станет плотнее. Очень много уже мероприятий прошло в рамках реализации проекта. Это мастер-класс, настольные игры. И вот на очередное мероприятие наше отрадно отметить, что приехали из города Нефтекамск. Это слабовидящие и незрящие. Они являются членами общества слепых города Нефтекамска, куда входит и Наульский район. Приятно отметить, что у нас налажен тесный контакт с городом Нефтекамск. Жанна Павловна Запольских, она председатель общества слепых. Она постоянно приезжает и учит наших участников обучению шрифтом Брайля. Ну и естественно, раз предстоящий праздник мы пригласили и ребят, и старшеклассников из коррекционной школы, интернат. И участвовали в основном наши активные, самые активные участники этого проекта. Осталось уже буквально 4 месяца до завершения этого проекта. Я думаю, основную идею мы все-таки сумели реализовать. Реализовать эта идея, чтобы именно слабовидящие, незрящие не сидели дома. Потому что у них очень мало контактов, во-первых, с людьми, в связи с тем, что они не могут одни выходить из дома. И нет мобильности. И вот игра, вот эти настольные игры, во-первых, им помогает развивать координацию движений, моторику развивает. И естественно, общение, главное общение с людьми своего круга и еще с другими людьми, тоже ограниченными возможностями здоровья. И с нашими читателями, читателями центральной районной библиотеки. Ведь они приходят, некоторые в основном даже для общения. Есть вот категория наших участников, которые приходят чуть ли не каждый день именно посидеть, пообщаться и провести вот таким образом свой досок. Я поэтому очень уверена, что мы все делаем правильно. И другое еще хотелось бы сказать. Хотя и мы завершаем в июне месяц реализацию этого проекта, Работа на этом не будет завершена, потому что волонтеры, работники центральной библиотеки совместно с Советом Женщин будут продолжать эту работу. Потому что работа эта не одного дня и не одного года. То, что я еще хотела сказать, уже участники нашей, например, настольный теннис, шоу-даун у нас есть, да, основная идея была именно научить игре вот этого настольному теннису, шоу-даун, глухов Владислав. Уже он и не только научился, он теперь уже учит других ребят. Ездил даже в город Туфу уже на соревнования, и на тренер, мастер-классы ездил в город Старлитамак. И мы надеемся, в дальнейшем уже он сам будет учить других своих, допустим, друзей, кто захочет учиться этой игре настольный теннис-шоу-даун. После чего участники проекта и все желающие смогли посоревноваться друг с другом, как в разнообразных настольных играх, предметы которых созданы специально для удобного использования людьми с ограниченными возможностями здоровья, так и в настольный теннис-шоу-даун. Гуляра Сиддикова, Евгений Сайгин, Служба новостей, Юно-Ульского телевидения. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжит новый выпуск передачи из цикла «Криминальная хроника». А я с вами прощаюсь. До новых встреч. 21 февраля ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1, днем плюс 1, плюс 3 градуса. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гала ледица. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 3, минус 8, при прояснениях до минус 13, днем от плюс 1 до минус 4 градусов. Ветер юго-западный 3, минус 4, 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 мин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сначала ранним утром в дежурную часть из деревни Сибады позвонил мужчина 1980 года рождения и обвинил свою знакомую в краже телефона и кольца. Затем буквально через 15 минут позвонила та самая знакомая и сообщила, что мужчина забрал ее кошку и уехал в неизвестном направлении. Вечером того же дня она повторила звонок с просьбой приезда сотрудников полиции по своему адресу. Через час участковый уполномоченный сообщил о том, что гражданка 1988 года рождения оказала неповиновение законным требованиям сотрудника полиции, после чего в отношении нее согласно федерального закона о полиции применена физическая сила. Друг молодой женщины в это время позвонил в отдел Министерства внутренних дел России по Дертюлинскому району и сообщил, что в отделе МВД России по Янаульскому району задержали мошенницу. Кроме того, вошедший во вкус мужчина позвонил на телефон доверия Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан и сообщил, что в городе Янаул сотрудники полиции по подозрению в краже телефона задержали его знакомую и просит ее не отпускать. 10 февраля в полночь старший охранник предприятия охраны УФА сообщил о том, что в районе куста номер 5519 воединского месторождения происходит кража. Группой быстрого реагирования на месте задержан 33-летний мужчина, проживающий в деревне Варяжбаш, который совершил хищение дизельного топлива в количестве около 40 литров со служебной машины «Урал». 10 февраля поступил звонок из села Месягутово. Звонивший обеспокоился о том, что одна жительница села уже неделю не выходит из дома, а дом закрыт изнутри. Выездом по месту жительства обнаружен труп хозяйки дома, 1960 года рождения. 10 февраля житель улицы Ломоносова сообщил о том, что ночью задели его автомашину «Рено» Сандера и скрылись. Позже выяснилось, что сосед хозяина пострадавшей машины угнал его автомобиль и совершил ДТП. Отсюда и повреждение. 11 февраля жительница Янаула сообщила о том, что у 78-летнего мужчины его падчерица забрала документы на дом, стиральную машину и электрическую мясорубку. Что не поделили родственники, для нас остается тайной. В любом случае пожилой человек вряд ли заслуживает к себе такого отношения. Ночью 15 февраля поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что с пятого этажа дома номер 9 по улице Азина упал парень 20 лет. Через час он обратился за медпомощью в приемный покой с ушибленной ссадиной грудной клетки. Как говорится, в рубашке родился. 12 февраля медсестра приемного покоя сообщила в дежурную часть о том, что с диагнозом «ушиб мышц бедра слева» за медпомощью обратилась женщина. 1984 года рождения, из села Карманово. Выездом установлено, что телесные повреждения ей нанес муж в результаты ссоры, не по-мужски. Сам на себя устроил охоту 16 февраля уроженец Уфимского района, прострелив себе руку в поле возле села Исанбаево. Он сам вызвал экстренные службы, которые диагностировали многооскольчатый перелом нижней трети правого плеча. Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение. В завершении программы хочу еще раз предостеречь вас от необдуманных поступков и решений. Берегите себя и своих близких. До свидания. 21 февраля в Межпоседенческом культурно-досуговом центре состоится торжественный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. Начало в 15 часов. Добро пожаловать. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Здесь все помнят, и кто ничего не забыл, завтра! Завтра у меня день рождения! Завтра у меня день рождения! Поздравления на дни рождения! Юбилеи свадьбы! Воплощаем любые идеи! Вам надо всего лишь позвонить по номеру 52871. Субтитры создавал DimaTorzok Диана Курсовоста Диана Курсовоста Диана Курсовоста Диана Курсовоста Продолжение следует... Продолжение следует...